Почему я считаю, что вступлением в Украину в таможенный союз процесс примет необратимый характер и будет более ускоренным? Во-первых, надо сказать, что ничего необратимого нет, поэтому даже вступление кого-то куда-то можно остановить. Но процесс интеграции примет другой характер, потому что Украина это огромная территория, плодородная, населенная нашими с вами братьями и сестрами, то есть тем же самым народом, только, к сожалению, небольшая часть этого народа считает себя отдельной частью. Вот те, которые несколько столетий жили под гнетом католиков и протестантов, где произошла определенная перекодировка ментальная. Вот эти люди, к сожалению, вот эти наши братья, они считают себя отдельным народом. Но я убежден, что время в данном случае лечит. Время, пропаганда, доброжелательность со стороны России эту проблему когда-нибудь решит. Украина это огромная территория, без которой мы не можем полноценно развиваться дальше. И Украина, что самое интересное, еще в большей степени не может полноценно развиваться без интеграции в общее экономическое пространство. Ведь на Украине люди испытывают огромное беспокойство по поводу того, что происходит. Они ожидали более активного, скажем, воссоединения и движения в сторону России со стороны новоизбранного президента Виктора Януковича. Больше они ждали. Но это движение очень медленное. Почему? Потому что Украина испытывает огромный прессинг со стороны Запада. Там идет сложнейшая геополитическая игра. Вот очередной раунд мы сейчас выиграли. Я просто поясню, что я имею ввиду. Процесс над Тимошенко. Приговор. И Европа уже не может с прежней активностью предлагать Украине химеры некой евроинтеграции. Вы видите, что Евросоюз валится и без Украины. И его валят американцы. И евро валится, и денег нет, и долги. И еще тут еще огромную страну принять, и всем нужно платить за это деньги. Это же Украину никуда не примут. Но можно было хотя бы махать чем-то, вот каким-то миражом перед Украиной, говоря, что вот сделайте то, евроинтеграция. Этого на самом деле не существует. Но ангажированная часть украинской политической элиты могла говорить своим гражданам о том, что есть выбор, Россия или Европа. Нет этого выбора. Европе Украина не нужна. Россия нужна. И Россия нужна Украине. Мы единое целое. Так вот, приговор Тимошенко привел к тому, что выбор был ликвидирован. Европа теперь уже говорит, ну извините, с таким приговором мы просто не можем вас куда-либо принять. Отменили визит Януковича. То есть всего лишь нужно было инициировать, посоветовать Януковичу ликвидировать своего главного политического противника как политическую силу. И вместе с приговором Тимошенко исчез вот этот мираж. Хороший политический ход. При этом вы, конечно, будете возмущаться, говоря о том, что, ну как же, подписывали с ней договор, и этот договор правильный, и ничего там такого нет, и все как бы хорошо и замечательно. То есть вот красивая политическая игра. Конечно же, в интересах России приговор Тимошенко. Потому что в итоге Украина развернулась в сторону России, и процесс интеграции сразу же принял совершенно другой масштаб и другую скорость. Правильно ли поступила Россия, когда Путин говорил о том, что он не согласен с этим приговором? Конечно, правильно. Путин может говорить все, что угодно, но суть произошедшего. В итоге Украина закрыла себе евроинтеграцию, да? Точнее, Европа закрыла ей этот миф евроинтеграции. Поэтому в этой ситуации, что говорит Путин, не имеет никакого значения. Вы поймите. Вот он сказал, что это несправедливый приговор. И что? Ничего от этого не изменилось. Отношения России и Украины никоим образом не ухудшились. Тут же был подписан договор о зоне свободной торговли. То есть, ну это просто заявление в ключе всех остальных западных лидеров. Потому что задача России не давать вот этому мощному конгломерату западных СМИ, управляемых из одной точки, демонизировать Россию. То есть, мы тоже такие же демократы, как и вы. Вы возмущены приговором, и мы возмущены. Вы это делаете, и мы это делаем.